Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа Без антракта. Доброе утро. Вот теперь уже можно говорить в полном правом доброе утро, потому что мы передвинулись на полтора часа раньше и сделали это осознанно. Сегодня впереди у нас большой театральный сезон, а актеры репетируют обычно с 11 утра. И для того, чтобы актеру мог попасть и к нам в эфир, с нами поговорить и потом успеть добежать до репетиции, мы решили перенести наше время программой на 10 утра после новостей. Мы рассказывать будем о том, опять-таки, что предстоит здесь увидеть в Риге, какие спектакли есть, поговорим с интересными людьми. Итак, радио «Болтком», программа Без антракта. Я ее ведущая Евгения Шерменева. И у нас сегодня в гостях прекрасная, любимая мной всем сердцем актриса Гуна Зариня. Здравствуйте, Гуна. Доброе утро. Гуночка, спасибо большое, что вы пришли, потому что я знаю, что можно на «ты». Ну, Жанна, не прикидывайся. Да, что сейчас каждый день репетиции, еще спектакли репертуарные в Новом Рижском театре, и это довольно тяжело, но повод есть. Мы не будем говорить сейчас про «Белый вертолет», потому что он впереди, и это только репетиционный процесс, и премьера будет в конце ноября. Для меня было бы очень важно сегодня здесь, на этом радио, поговорить о спектакле, который и мне очень дорог, и, как я понимаю, тебе очень дорог. Это спектакль «Меде», который поставил, придумал вместе с актерами, с тобой в первую очередь, и с другими актерами, про которых ты сейчас расскажешь, режиссер Влад Наставшев. И этот спектакль играется сейчас на большой сцене Рижского русского театра. Все время хочу сказать о рижской русской драме, в том запутываюсь. Рижский русский театр. Вы играете 14-го, через неделю у вас спектакль, и это большая редкость теперь в Риге. Увидеть можно редко этот спектакль. Я видела весной прошлого сезона, и вот теперь еще один спектакль. Скажи, пожалуйста, ведь у этого спектакля длинная судьба. Он был создан сначала в Москве, в Гоголь-центре. Вот с чего все началось? Все началось с того, что, на самом деле, я в этом радио говорила уже об этом спектакле на другой передаче, но это было давно. Мы обсуждали этот спектакль пару лет назад с Денисом Хановым. Просто мне вдруг мелькнуло в голове. Да, история этого спектакля долгая. Все началось, наверное, все-таки с того, что мне, как актрисе, очень захотелось поиграть немножко в другой театр. Не в смысле в другом театре, а просто в другой театр. В таком смысле, что в Новом Рижском театре мы нашли какой-то свой способ выражения, свой язык. И я в какой-то момент, это был 14-й год, может быть, или даже 13-й, я почувствовала, что я как бы заложница этого нашего способа говорить с республикой. И мне очень стало интересно, возможно ли вообще в современном мире поставить трагедию в чистом виде. Трагедии трагедии, не там трагифарс, не там мелодрама. Да, не как-то ее уже перенести в какой-то другой жанр, в другое пространство, в другое время. Но именно реально ли говорить на таком уровне серьезности, и вообще работает ли это. И на разрыв, да, в какой-то степени эмоций. Да, да, да. Но это я еще не знала. Когда эта трагедия тебя так захлестывает, что человек меняется сам от этого, да? Да, но захотя это, я, конечно, не знала, к чему это приведет. И вообще, действительно, я хотела ответить на этот вопрос себе. И какое-то время я ходила с этим вопросом, и тогда мы с Ладом Наставшим решили этот вопрос решать. И тогда Кирилл Серебренников нас пригласил в Google-центр там заниматься этим. Там мы сыграли несколько спектаклей, достаточно мучительно выпускали этот спектакль, потому что оказалось, что это очень непросто без какой-то иронии, отказаться от иронии, от своего привычного этого... Чуть-чуть надо? Да, надо отказаться от своих приспособлений и своих привычек и способов. И да, выпускали мучительно. И какое-то время мы играли в Google-центр этот спектакль на малой сцене. И понятно, что спектакль, который мы после несколько лет перенесли уже в русский театр наш, это уже другой спектакль, потому что это большая сцена, соответствующая он... Во-первых, его и играть немножко, не немножко, намного серьезно иначе. И на зрителя он производит, конечно, немножко иное действие. Я предполагаю, я же не видела его. Но все равно, это большая сцена, где зритель находится все-таки на дистанции и на такой надежной, ненадежной сэфтой. Он в сохранности от вашего разрушительного действия. Да, на самом деле мы его не трогаем, в отличие от Google-центра, где все-таки зритель был на расстоянии, первый ряд был на расстоянии метра, и на него летели и слюны, и пот, и кровь в переносном смысле. Ну, то есть он не мог защититься. И звук, от которого хотелось закрыться. Да, и еще некоторые предметы, которые падали там над сценой, это все было очень близко, и на самом деле мне было немножко даже жаль зрителя, потому что он был абсолютно беззащитный. Ну, не абсолютно беззащитный, но он был как-то очень задействован в спектакле. Ну, как-то он не мог... Ну, вы его туда втаскивали целиком. Да, да. Он не мог себе позволить никуда деться. И потом, там же тоже там вход этот особенный на малой сцене Google-центра, когда ты даже потом и выйти не можешь. В общем, собственно говоря, ты заперт в этом пространстве. Да, и такое было, что на самом деле, что дверь закрывалась. Да, и все, и не войти во время спектакля, не выйти. Это ощущение страха, и то, что каждый зритель тоже подвластен. Это сумасшедший, ну, сумасшедший, это так я со стороны Ясона сейчас говорю. Подвластенная воля Медеи, это, конечно, немножко повышало этот стресс для всех. В русском театре нашем все очень прилично, потому что, если ты, во-первых, первый ряд достаточно далеко, и вообще с балкона можно просто наслаждаться картинкой. Картинкой. Да. И музыкой этого спектакля. Это музыка Влада. Да. То есть, по сути, ведь тогда Кирилл позвал Влада в Google-центр, сделал и первый спектакль, который сыграли в Google-центре, это был «Митина любовь», которую он перепоставил с ребятами тогда еще молодыми, седьмой студией. А потом следующий спектакль, это был заключающий спектакль первой трилогии первого сезона, когда были поставлены три сценария самых известных, там, периода кино 70-х, 60-х годов, 50-х, когда он поставил «Страх Фассбиндера». «Страх съедает душу», прекрасный спектакль, да. Да, со Светланой Брагарник. И потом вот как раз, по-моему, он сделал «Медею», да, это был его третий спектакль в Google-центре, а ты к тому времени уже снялась в кино у Кирилла. Да. То есть, у вас уже было такое понимание, кто из вас кто, и кто на что способен. Ну, да. Да. Ну, Кирилл же ставит национальным, то есть, как-то было ощущение, что мы все... Уже давно знаем. Да, все друг друга знаем, и знаем, что от друга ожидать. Да, такое ощущение было. И судьба у того... Я помню, что ты говорила, что там были какие-то потрясающие дети в Google-центре, которые были задействованы в спектакле. Да, да. И что для тебя было как раз очень трагично, когда пришлось отказаться от этих игр, что ты потеряла связь вот с этими исполнителями в тот момент. Да, и понятно, всякие такие перемены, они болезненные, и такие решения. Но интересно, что интересно, так было, и это было интересно и приятно, что еще какое-то время в Ригу приезжал играть мой партнер московский Михаил Тройник, на которого и ставился спектакль, и который в большой мере и, может быть, был самый-самый герой Еврипида. Потому что его актерский инстинкт был очень такой героический, и очень... Он еще раз говорил, когда вы мне наконец-то дадите доспехи, чтобы я был настоящим античным героем. Конечно, доспех мы ему не дали, но в какой-то мере он все-таки был в этих доспехах, и мне кажется, это было такое очень точное попадение, именно вот эту суть Ясона. Теперь в спектакле играет Андрис Кейш, который другая, совершенно другая психофизика, очень наш вообще, я считаю, самый, может быть, лучший актер современности. Но это другой спектакль, понятно, и по смыслу, и даже в каком-то смысле и по форме другой уже спектакль. Может быть, он стал более таким человеческим, да, человеческим, нежным. У вас есть нежное ощущение. Вот я посмотрела здесь спектакль, между вами есть нежность. И та нежность, которая не была с Мишей. Да, но с Мишей было... С Мишей было другое, там была страсть какая-то безумная совершенно. А здесь есть нежность, которую вы сами понимаете, что вы ее разрушаете, уничтожаете, и от этого ужасно больно и тяжело вот за этой парой смотреть, за Андрисом и тобой. А если вернуться к Мише, то мне кажется, что Мише, конечно, тогда очень повезло в этой работе, потому что для него это был тоже, конечно, такой вызов сыграть большую роль. Он же был совсем юный. Да, да. Но он и сейчас молодой актер. Ну да, но это очень работало на спектакль. Именно это его... Романтическая, героическая такая натура. И я потом, честно говоря, я не видела... Нет, я видела... Это его использовала, кстати говоря, Ежина в некоторой степени, потому что Ежина поставил потом в Театре нации Ивону, принцессу Бургундскую, где Миша тоже играл принца. И это был особенный принц. И в нем вот эта вот романтичность какая-то, действительно, еще с тех каких-то греческих времен, она в нем очень присутствует. Да. Он такой героический, конечно, типаж. Ну да. И потом ведь один раз показали этот спектакль во время гастролей Гоголь-центра. На сцене национального театра. В том составе, да, на малой сцене национального театра. На большой сцене. На большой тоже играли. Да. Просто на сцене сидели и зрители. Это был, конечно, один из таких, может быть, я не знаю, один из спектаклей, который, наверное, запомнил на всю жизнь. Это было что-то такое очень сильное и беспощадное ко всем. И к вам, как к актерам, и к зрителям, которые это смотрели. Да. Но это был тот вариант, когда, наверное, для тебя он был самый важный, когда тот состав Гоголь-центра играл здесь, в Риге, на рижскую публику. Да. И для тебя в этом была еще, конечно, задача. Я думаю, что он вообще, Мидея для меня такой роковой спектакль. Если я так смотрю на свою актерскую судьбу, то это какой-то переломный спектакль, после которого я и, да, и действительно стала играть что-то немножко другое. И для меня это какая-то такая большая личная победа и познание. Ну, то есть ты для себя, как для актрисы, нашла какие-то новые пути? Да, Жень, но я, в общем-то, иначе не живу. Да, никогда не позволяла себе жить, да, иначе. Да, я всегда стараюсь найти. Чисто эгостически мне надо, чтобы мне было интересно. Мне неинтересно делать то, что я уже делала. Если я чувствую, что я иду в старые рельсы, то я понимаю, что что-то неверно. Скажи, пожалуйста, а вот опыт работы в других театрах, он у тебя всегда был? Ты всегда этим как-то занималась? Потому что у тебя же была работа в национальном. Какие-то еще проекты были у тебя? Вот ты сама для себя как их находишь, что ты делаешь? Ну, я в какой-то момент просто сказала, да, я открыт так. Я играла в Дерт Эй Дейл театру, вообще в кукольном спектакле. Я играла на фестивале «Хомонос», мы с Владом Насталшим делали снегурочку в свалке. То есть мне интересно разное. Выйти, да? Да, мне интересно выйти и вернуться, выйти и вернуться. Я думаю, что я в таком смысле, я ухожу из дома и потом возвращаюсь уже с новым багажом. И дом для тебя тоже открывается заново, да? За тот момент, когда ты уходила. И эта свобода, она дает хорошее ощущение. И это очень разные опыты. И Медея была такая, одна из точек. Потом была действительно Угон Суннакц в национальном театре в Режее. Вестурс Каэрш, которая, ну, я не знаю, никому, по-моему, и во сне не могло показаться, что я могу играть в спидуэлл. Это Вестурс, наверное, во сне увидел. Да, и это, конечно, такое что-то очень, ну, для меня это было очень-очень большое, большой желание еще. Доверие? Он тебе доверие сделал? Он большое доверие, и для меня лично это был очень большой поступок. Во-первых, согласиться на это, на эту роль в другом театре, в большом, хорошем театре. И к тому же как-то более-менее прилично это сыграть. И потом вернуться в наш театр и сыграть, боженька, пьяненький, и вообще другой пол в другом возрасте. Ну, то есть, ну да, просто я актриса такая. Я это училась, и мне это интересно. Я училась в Петербурге у прекрасного Владимира Викторовича Петрова. И как раз для меня это амплитуда, то, что ты не закрыт в какой-то... В какой-то одной колбочке, да? Да, да, в одной, как это называется... В скорлупе сидишь, в своей... Ну, не в скорлупе, но просто как-то... Амплуа. Да, я бы могла всю жизнь субредки играть или, не знаю, острохарактерно играть. Но мне интересна вся амплитуда. Я думаю, это прошлого или позапрошлого века, это уже идея про то, что есть амплуа какое-то. То есть ты вообще открыта любым предложением? Да. Главное, чтобы тебе было интересно. Жень, ну... Да. Мадвид, ты очень хорошо это знаешь. Да, потому что спектакль «Война еще не началась», который сыграли в прошлом году премьеру. И играем сейчас в театре Нагерд Рудес. И следующий будет в декабре, после того, как вы отыграете большой блок своих спектаклей «Белый вертолет». И у нас еще впереди потом вторая половина сезона театрального и Новый год. И мы будем продолжать, конечно, играть спектакли. Я очень надеюсь, что и Медею, пусть редко, пусть это будет такое уникальное событие в русском театре, но очень бы хотелось, чтобы такие спектакли сохранялись. И это зависит очень сильно от зрителей. Поэтому идите смотреть и попробуйте пережить трагедию вместе с актерами, вместе с прекрасной Гуной Зарени, Андресом Кейшем, актерами русского театра. Максим Бусыл и Игорь Чернявский, и прекрасные мальчики. Мальчики-дети, которых ждет трагическая судьба. 14 ноября, вот первый спектакль в этом сезоне. И очень надеемся, что... По-моему, второй. Второй играли уже осенью. По-моему, да. Ну, только так редко, что сложно это вспомнить. И пусть это будет редко. Я буду стараться вас предупреждать об этом в своей программе, потому что такие спектакли надо беречь. Это прекрасное произведение искусства. Спасибо Владу Наставшему. Спасибо Кириллу Серебреньку, который когда-то это поддержал. И спасибо русскому театру, который продолжает эту судьбу. Спасибо Гуна. Всем с добрым утром. Идите в театр. Через неделю в Русском театре Медея Гуна-Зарине. Хорошего дня. Вы слушаете радио Болткома.